Масштабный прилет в Одессу, в Одесский порт, как заявляют украинские чиновники, это самый мощный прилет с 24 февраля. И по этим прилетам возникло сразу ряд вопросов. Кстати, видео, то, что произошло в Одессе, можно посмотреть на моем телеграм-канале. Обязательно подписываемся, потому что здесь сейчас разгул свободы слова демократии. А вот у Кима опять он жалуется, что гуманитарную помощь ему также, собственно говоря, уничтожили прилетами. То, как вы помните, был мусор на складе, то сухая трава, а сейчас тут гуманитарная помощь. Видимо, так сейчас называется западное то, что поставляется Киму. А неравнодушные жители Киевщины просят ВСУ переехать из детских садиков, нервить окопы возле определенных заведений, а переехать в Конча-Заспол. Ну, а также, друзья, важные новости с Германии. Там готовился, с одной стороны, какой-то переворот, а с другой стороны, власти Германии сообщают, что есть угроза восстания из-за украинского вопроса. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 23 июля, 18.00. И начну я с прилетов в Одесскую область и, в частности, в Одесский порт. Интересно, что новость эта появилась сразу же на украинских ресурсах и была снабжена соответствующей записью, что это самый мощный прилет с 24 февраля. Как мы знаем, вчера была подписана зерновая сделка. Ну, а сегодня уже украинские чиновники обвиняют, естественно, Российскую Федерацию в попытках срыва поставок зерна и продовольствия на мировые рынки. Но, правда, уже поступило сообщение, что координационный центр ведет работу, а украинские чиновники заявили, что все равно будут поставлять. И, правда, вот Генсек, он высказал свое мнение по поводу того, что произошло в Одессе. И вокруг того, что произошло в Одессе, есть ряд странностей. Давайте подождем официального сообщения от российской стороны. Потому что на момент снятия ролика официального сообщения от Министерства обороны Российской Федерации пока еще не было. Есть некие сообщения ряда СМИ, которые ссылаются якобы на Министерство обороны Турции. Ну, давайте подождем. А вот следующая ситуация с Кимом. Ну, он, естественно, заявил, что гуманитарный груз был. И, опять же, какая-то странность у Кима. Именно система ПВО почему-то вот везде какие-то другие ракеты прилетают. А вот именно там, где Ким, почему-то С-300. Ну, и, конечно же, к объяснениям добавились, что мусор был, потом сухая трава, а сейчас вот гуманитарная помощь. Ну, многие прекрасно понимают, о чем, конечно же, говорит Ким, но не хочет сказать. Вот следующая информация с моей родной Киевщины и жителей. В открытом, в принципе, обращении у себя в соцсетях призывают в ССУ переехать в Кончу-Заспову. В частности, граждане пишут, что в нашем интернате и в детском саду рядом уже как два месяца заселились в ССУ. А на футбольном стадионе учатся делать минирование. Пожалуйста, уважаемые, освободите соответствующее здание. Население районе очень взволновано и боится, собственно говоря, естественно, за свою безопасность. И еще, пожалуйста, не копайте окопы возле наших домов. Нам достаточно опыта других городов. Ну, прячьтесь в любых местах, которые вы считаете, конечно, нужным, но не в мирных кварталах. Заселитесь, например, в Конча-Заспу. Там много свободных, красивых домов. И это не выдумки. Я этих людей знаю лично, но, конечно же, озвучивать для их безопасности не буду. Ну, а сейчас переходим к Германии. Оттуда поступила весьма интересная и интригующая информация. Как сообщают ряд медиа, раскрыт план госпереворота в Германии. План был такой. Отключить электричество по всей стране. Использовать двойников известных в Германии личностей. Например, канцлера. Потом отправить в отставку правительства и отменить Конституцию. И вроде бы все это напоминает некое шоу, как было с Савченко и Рубаном в Украине. А двойники, как вы видите, задействованы. Даже хотели задействовать. Ну, и различные какие-то экзотические, в принципе, цели. Но можно было сказать, что это какая-то странность. Может, какие-то пациенты там, скажем, что-то готовили. Но оказывается, как сообщают СМИ, что там участвовало несколько сотен человек. Но не менее обескураживающие заявления пришли от официальных властей Германии. Что, дескать, Германии угрожает чуть ли не восстание, если не будет решен украинский вопрос. Вопрос в контексте турбины для Северного потока. В частности, министр иностранных дел Германии Бербок заявила, что если мы не получим газовую турбину, тогда мы не получим больше газа. Мы вообще не сможем оказать какую-либо поддержку Украине, потому что будем заняты народными восстаниями, заявила дипломат. Мало того, агентство социологических исследований Инса подтвердило прогнозы Бербок. 44% респондентов заявили о готовности выйти на демонстрации из-за высоких цен на энергоносители. Вот такие вот, друзья, странности по Германии. На этом пока все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет. Продолжение следует.